Единая Россия Химки представляет Я бы хотела рассказать вам об истории, которая случилась со мной два года назад. В тот день я была на станции метро «Партизанская». Там стоит небольшой бронзовый памятник, посвященный партизану. Матвей Кузьмич Кузьмин родился за три года до отмены крепостного права. Ему было почти 83 года, когда с голосом Левитана в его деревню пришла война. В конце августа 1941 года в его поселение пришли немецкие солдаты. Немецкие солдаты предложили деду Кузьмичу стать старостой деревни, но он отказался, сославшись на возраст. Уже потом, в феврале 1942 года, немцы повторили свое предложение, попросив у деда Кузьмича вывести их в тыл советской армии, которая занимала оборону около советской деревни. Матвей Кузьмич, не долго думая, согласился. В ночь на 14 февраля 1942 года отряд немецких егерей во главе с Матвеем Кузьмичом вышли к деревне Малкино. Солдаты с двух сторон открыли пулеметную и автоматную очередь. Но, к сожалению, не всегда герои остаются в живых. Немецкий солдат застрелил Матвея Кузьмича. Вы знаете, меня охватывает довольно странное чувство. Чувство гордости и скорби, когда я вспоминаю этот подвиг в Малкино. Малкино.